Так, друзья, ну что, возвращаемся мы к драфтам второй карты Ньюби Ройл Невагивап. Напомню, что это серия, которая определяет, собственно, кто пройдет в плей-офф, а кто окажется в нижней сетке групповой стадии и будет претендовать только на квалы на минор, друзья. Какая ситуация? Ройл Невагивап, выиграв первую карту, сейчас находится, соответственно, впереди. Ньюби, чтобы все вывести на еще одну карту между этими командами, нужно побеждать прямо сейчас. Если проигрывают, то Ройл Невагивап вместе с командой Астер, с Ехом и еще, скорее всего, с Витчи вправятся, собственно, покорять плей-офф уже завтра. У нас будут сегодня переигровки, друзья, 100%. Их может быть две. Собственно, одна переигровка, если Ньюби сейчас победят, и тогда они будут играть Ройл Невагивап, Ньюби АБЛ1. И вторая переигровка, возможно, будет между... Невозможно, но точно будет между Сидек и Кингейминг. Это, собственно, та же группа Б, которую мы с вами наблюдали. Две эти команды имеют по три поинтов, личная встреча у них тоже ничейная, и, соответственно, они между собой будут играть сейчас в БЛ1, после этой карты, кстати, они будут играть, чтобы выяснить, кто из них четвертый, кто из них пятое место. Суть в том, что та команда, которая выиграет, будет играть с коллективом Look for Smile завтра БЛ3 встречу за попадание на минор, на квалификацию на минор. Вот. То есть, это вообще прям... Это жесть. То есть, сегодня сыграть еще БЛ1 матч, переигровку, чтобы завтра сыграть БЛ3 за слот на квалификацию на минор. Вот так вот. Супер жестко. Просто нереально жестко. Ну, вот такая ситуация. Давайте посмотрим, сколько будет все-таки переигровок. Это зависит все от команды Никиуби. Если они побеждают переигровки две и еще два БЛ1 матча, мы с вами посмотрим сегодня. Если же побеждают Ройл на выгивап, то только будет одна карта БЛ1 еще. Да уж. Как-то так, друзья. Ну, в группе А, по-моему, там пока все обходится более-менее хорошо, чтобы точно не было никаких переигровок в ВИЧе Гейминг, нужно вторую карту против коллектива Look4Smile выиграть. Я думаю, особых проблем с этим у них не будет. Look4Smile все равно завтра будут играть матч за попадание на квалификацию на минор. БЛ3. Неважно, как играть против ВИЧа. А ВИЧа в случае победы просто займут второе место в группе. И... Или первое с их умами там. Но не первое-второе, будет дележка. Личная встреча у них тоже ничья, поэтому просто первое-второе. Так, ладно, давайте, друзья, посмотрим, что здесь произойдет. Вторая карта. Ньюби Ройл на выгивап. Драфты. Вы все видите сами. И увидите, что Баунти Хантер у нас, собственно, появился в первой стадии закрывающем. Первый был Шейкер у Ньюби. Ройл на выгивап Энши Топарейшн. Снова Мирана. Второй стадии Джакеру от Волтвауру Ньюби. И Ройл на выгивап Тинни Эмбер Спирит. Вот пока такой интересный набор героев получился. Пока не началась эта карта, я, собственно, просматривал там квалификации в СНГ тоже. Буквально концовку зацепил ВП Хелл Рейзер. Там, конечно, просто жесть, что происходит. Ашеры 2.0 ВП переигрывают. Нави отлетают тоже от каких-то ребят. Короче, Нави уже ни на минор, ни на мажор не попадают 100%. Виртуз Про, там, теоретически, по-моему, шансы какие-то остались. Нам то, чтобы зацепиться за плей-офф. За попадание в плей-офф, естественно, чтобы потом бороться за мажор. Но, по-моему, им нужно побеждать 2.0 последний свой матч. У них будет 5 поинтов. Они сравняются с Ашер, но Ашер будет выше, потому что в личной встрече Ашеры только что переиграли. Вот. И это при условии, что Олд Бат Голд не выиграет ни одного балла в своем следующем матче. А у них матч против команды Вьет. И я думаю, что Олд Бат Голд как минимум 1 балл таки выиграют. Одну карту. Ну, короче, там непонятно. ВП, короче, математические шансы еще сохраняются. Нави шансов уже нет. Такие расклады. Так, ну что, друзья. Смотрим мы за последними пиками. Бруду забанили минус Шадоу Шаман. Пик пятый. Чего не хватает? Так, ну это скорее всего Керри Баунти Хантер, кстати, для фонда. От Вол Девауэр в центр для АК. Шекер, я думаю, что тройка для Эйвена. Джакиро пятерка. Четверку бы забрать сейчас. Ну это, опять-таки, если рассуждать с позиции команды Ньюби и с тем опытом просмотра игр от них, что у нас есть. Что есть у меня. Керри Баунти Хантер от них уже был. Был, по-моему, в открытых квалификациях. Фонда умеет играть на Керри Баунти Хантер. Ну, таким образом, Керри Баунти Хантер это, собственно, раздача треков. А это значит, что Миранда полноценно пользоваться своим инвизом не сможет. Команду будет прятать тяжело. Баунти Хантер будет всех просвечивать. Кристалл Мэйден. Так, ну, получается, я угадал. Единственное, что непонятно, кто Джакиро или Цэмко будет у нас четвертой позиции. Ну, наверное, Джакиро все-таки будет более-менее фармящим. И появляется Медуза от Ройл на Вакивап. Сильный пик снизу. Экспериментальный пик сверху. Керри Баунти Хантер. Медовой ОД. И Оффлейн Кристалл Мэйден. А, нет, прошу прощения. Оффлейн Шейкер. Кристалл Мэйден четверка. Пятерка будет все-таки Джакиро. Ну, сработает ли это? Вот в чем вопрос. Непонятно. Но понятно, что если Медуза выфармливает здесь, у нее должно быть все хорошо. И это Райт Клик Победа. Если же как-то Баунти Хантер начинает камбэкать, начинает там давать треки, с них зарабатывать много-много денег, то тогда есть шансы у команды Ньюби. Играет ли это? Играет ли это? Играет ли это? Вы посмотрите американскую квалификацию Я вот нет Я проспал всю американскую квалификацию Что там вообще происходит А, ну там Evil Genius'ы прям суперуверенно ведут Собственно Evil Genius'ы с новой дом Рамзеса Но они правда сыграли только один матч Как обычно Америка это очень веселый Это очень веселый регион американский Что южная, что северная Команды по ходу дела там просто дисбанятся, распадаются И поэтому в таких условиях, конечно Будучи Evil Genius'ы спобеждать очень легко Но целый матч сыграли ЕГА один Выиграли его у команды Халоту А другая победа у них была Техвином Ну а тот матч, который они сыграли, выиграли легко 28-27, я смотрю Такая легкая прогулка получилась Так, Look for Spiles, Witch Gaming доиграли, друзья И я думаю, вы понимаете, кто там победил Witch Gaming, поздравляем мы с этой самой победой Так, ну и все, Witch Gaming в итоге у нас Опережают таким образом Invictus Gaming зарабатывают баллы У них становится 6 С E-Home мы не сравнялись, да, но в общем Witch Gaming и E-Home это те команды, которые будут нас ждать в плей-оффе Мы игр этой команды, этих команд не видели На нашей трансляции пропустили группы A Но вот завтра нам удастся посмотреть Но пока по две балланты забирают Invictus Gaming, Look for Smile Это те коллективы Точнее, Invictus Gaming это та команда, которая 100% будет играть у нас на квалификациях на миноре Это что известно точно И пока все, Look for Smile будут завтра играть за слот на этот самый На эти квалификации на минор На эти самые Вот, ну а здесь в группе B все решится вот совсем скоро Так, ну что, давайте по линиям поглядим От Волдваур в центре у нас против Сетсона на Медузе На топе Мане Получается керри Эмберспирит Плюс суппорт аппарат Против, пока триплы здесь будут стоять ЦМ, Каджики Рос Плюс Шейкер Уже интересное нападение Фиссуры перекрыло двоих Мане страдает Топором пытался проехать себе проход Дает Слейт Офист Ну просто некуда уже уходить Здесь отличная фиссура была Ну и вот уже так многие практикуют Собственно подобную игру Когда Просто остается три героя на старте На топ линии Делает Сиферосплат И потом один из суппортов Перетягивается Помогать своему керри Ну а керри какое-то время Постоял в соло Я думаю, что фон-то не очень-то И расстроился по этому поводу Получал фри-экспу У него второй сплайвинг и уровень Все в порядке Молодцы Сиферосплаты начинают в небе На охоту Это из флайвина Или флайбая Если по старинке брать Оффлейнера Тини Стоит пока на этой линии Добивает хорошо Девять на три И рано Сапог стандартный Дальше с сапогом Конечно же будет делать себе Боттл Для этого нужно хорошо Стрелы покидать Крипов поворовать Каких-нибудь Желательно, конечно, нейтральных Так, ну и спину Сейчас может залететь Стрела Стрела залетает Под эволонь Шикарная стрела Очень мощная Ну и просто Уничтожили фон Браво Браво флайбай Браво токфайт Все получилось На топе, правда, погибает аппарат Ну здесь давит ЦМка вместе с Шекером У Шекера на оффлейне Под ЦМкой Ну, совсем скоро Манна вообще не будет заканчиваться Но все равно Соло ринг еще приобретет Себе на всякий случай И с Манной будет все хорошо ЦМка просто пока не качала Свою аркейн ауру Качала Кристалнову Качала фростбайт Ну и Мирана продолжает Отстреливать один спаун Забирая себе крипов Так, ну что Неужели без ботла В раннюю урну пойдет? Так, конечно, ботл нужен Да, все-таки Хочет урну купить Пробует ли напасть Еще раз на фонта? Да, вот новый Эволанч Если вы помните Раньше Эволанч Немножко по-другому работал С ним было сложнее, конечно Под Мирану скомбинировать Сейчас Эволанч Прямо продолжительно Дизейблен И Без Тоса Даже можно спокойно Стрелой прицелиться И аккуратно попасть Фонте В Максо Дженат на третьем уровне Стрела Снова попадает На этот раз На Джакир Рассказ пошел Липы Теперь Тос На всякий случай Отбрасывается Флайбай еще И своей веткой Делает тем самым Фраг На нижней линия Прямо хорошо Пока выглядит Турал Позитивно 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 Конечно и для Тини Позитивно И для Мираны Потому что Тини Себе покупает ПТ С оффлейном Можно будет Тини Рассчитывать Но я не знаю Будет ли он через Блинк играть Или через Какой-то Аганим Может быстрее Посмотрим Наконец Ясно Сперва Я думаю Начальный Зак Зак Будет себе Готовить Каких-нибудь Барабанов Не знаю Стики Что-нибудь подобное Так Мирана Покупает себе Рейндропы Но эту линию Опять-таки Не покидает Потому что Понимают Что потенциал Есть убивать дальше В принципе На этой линии Ничего особо Не меняется Да Баунтихантер Подкачивается Немножко У него стики Апнутые Здесь Но Опять же Если ты Из дизейбла Соперника Не выпускаешь Даешь Эваланч Потом Аккуратно Стрелой Накрываешь Под эти все Дизейблы Ты бьешь Потом кидаешь Тос напоследок То Баунтихантер Рискует вообще Не успеть Нажать на свои Там стики Быстро Можно забрать Я уж не говорю Про то Что Джакера Тоже очень легко Убивается Ну Скоро Вот Да Раскачивается Аркейнаура А стало быть Будут больше Спамить на линии Ньюби Своими способностями Так Пятая минута Контролится руна И вот здесь За счет доминации На нижней линии Роял Навагивапа Заберут две А стало быть Суммарно Будет три Для РНЖ Может быть Даже уйти По цветыню И там Регениться Потому что ХП и маны Осталось уйти Немаловато Если вариант Вообще Убить в центре Давайте посмотрим Астрал был использован От Волдвауром Ну вот Медуза конечно С этим героем Ты не построишь Особо дружбы Как комбинировать Под Медузу Вообще непонятно Надо просто Самому попасть Стрелой Вот задача такая Вот укапается Самому попасть Стрелой Ну решил в центре Не скушать свою судьбу Перетягивается Аккуратно Через Пространство Между вышками Куда-то на Верхнюю линию Поставил вар Достаточно хороший Так Ну и вот с этой стороны Постарается Может прицелиться Тут приходит Цемка Дает фростбайт Кристалнова Сетцу дерется Залетает стрела Мимо Но эта стрела Немножко отпугнула От Волдваур И поэтому Сетцу останется в живых Так Моне Рыбан Тотем Бежать Бежать Стрела Ооо Дукфайт На перехвате работает Визер Тотем Фиссура Конечно Стики использовал Сам под колдфитом Но все равно погибли Некуда там было отходить В любом его пути отхода Ждал соперник Который мог перекрыть Фонта снизу Делает убийство Хорошее убийство На тени Тени остался один Пока Мирана Стала путешествовать По карте И в итоге убивают тени Пока этот фраг Был не под треком Но вот Буквально через несколько крипов Фонта получает левел 6 И убивать станет В разы приятнее Шекер пытается Отвести крипа Чтобы сделать здесь Много спаун Докфайт заблочил Не позволил Еще он взял стрелу Закинул И большого кентавра Забрал Поэтому здесь фармить Вообще ничего не осталось Неприятно А вот Медузи нормально Лесовой фармить Три Рейсбенда Уходят Так как раз таки В лесочек С Нетворсом Полный порядок Третий пока Ну вообще они С Отволдвауром На равных линию Отстояли Уже первые треки Пошли Пытаются Сцепить Тини Отбрасывается веткой Да и планирует Судя по быстрому закупу Флайпай Сделать себе Боттл И Блинк Вот именно поэтому Миран не стал Приобретать себе Боттл Потому что Тини сказал Что купит он Ему нужнее Ну амиран Зато появилась Быстрая урна Правда пока урна Не заряжается Так Отводики Стаки Стаки Все под Медузу Под Медузу Получается Кажется Хорош Везде застакал Кроме Энджетов Правда А Энджета тоже застакали Это сделал аппарат Но они молодцы Вообще конечно Три спауна И все застакали под Медузу Медуза пока Та не торопится Ей Хватает пространства Фармить Ближайший к ней лес Ну потому что Попутно ты можешь Центр Забрать целую пачку Потом переместиться На В свой лес Там тоже успеть Успеть убить Один нейтральный кэм Поэтому удобнее Пока здесь фармить Атака пошла На Джакиро Снова раскасты Старштормы Баунтихантер в спину На аппарата Приходит от Волдевауэр БХ здесь Соло расправляется С аппаратом Это фрэк трак Нет не так Трэк фрэк О так правильно И еще один трэк И еще одно убийство Даблкил делает фонтем Все это по трекам И сразу зарабатывает Очень много денег И первым пентфору Становится И приобретает себе Медальонов корейдж Так чувствую я Что голос у меня Вообще пропадает Прям вот еще чуть-чуть И его вообще не будет Поэтому буду переключаться На более низкие Тона Извиняйте ребят Ничего не могу поделать Голос штука такая Что Работать постоянно Не может И поэтому Немного-немного Сдает позиции Но ничего Нам осталось Совсем чуть-чуть Друзья Посмотреть эту карту И потом посмотреть Либо еще две карты Либо одну карту Вот так вот Конец он близок Он уже виден Этот финиш Но завтра Правда Все сначала начнется И опять будет Много матчей Там по плану Вообще Трибо-три Которые будут подряд И какие-то матчи Будут идти снова Параллельно Но трибо-три Это максимум Девять карт Вот только меня Это успокаивает Что их будет Не десять Уже точно То есть меньше чем Вчера Меньше чем сегодня Очевидно Если игры Какие-то будут 2-0 То карт будет еще меньше Поэтому Работаем с вами Друзья плотно Десятая минута Совсем скоро Перетягиваются вниз Ребята из Ньюби И хотят забаунтированно Подраться Возможно просто Убить Мане Если получится Давайте посмотрим Фростбайт И стрела залетает Не точно Эхо слэм Просто Эмбер Спирит Обзорвали здесь Но две баунти Снизу все равно Забирают Роял Навагивап Две на топе Кстати забирают Ньюби Идти не нужно Отойти он тоже По трекам Чтобы его не зацепило Много-много Отдаемся По трекам Это может стать Большой проблемой Потому что Сноуболит Баунти Хантер Прекрасно За счет этих треков И в какой-то момент Времени Медуза может просто Не успеть нафармить Нужное количество Слотов Чтобы победить Ну Сетсу активно Старается Работает над этим Нужен спейс Как бы Медузе не то чтобы Мешают фармить То есть она в принципе Спейс свой получает Нужно я имею ввиду Что провел нафгивап То мудряли все таки Фраги делать А не умирать Потому что вот сейчас То что происходит Это прям грязь Мане снова пострадал Вынужден уходить На ремнантах Был бы плюс один Еще какой-то То сто процентов Вы убивали Эмбера Но в этот раз Все обошлось Да, Медуза Яшу Угу Уходит Ньюби на Свою святыню Здесь стоит вард Под вардом Нажали смог Вообще никак не могли понять И знать О том что здесь Может находиться Настолько глубокий вард Там миран Мы помним Давным-давно ставила Поэтому этот гант Катнюби По идее Должен был быть заметен И Коргерои должны Прятаться под свои вышки Куда-то Или Дождаться помощи Суппорта Коргерои Смотрю на аппарат Который на топе Стоит один Кидает кстати Куда-то Айсбласт Куда-то вниз Кажется Хотят визарда Снизу забрать Давайте посмотрим Получится или не получится Айсбласт уже готов Тинни Надо дать Вэваланч Нет Визард просто уходит Из-под Радиуса поражения Но вышку Думаю, что он не увидел Такие Онлайн-шадоу И не ожидал Что противник Может развернуться Противник развернулся Так Мане вместе с Сетсу Как-то делят лес Сейчас Ну ладно В принципе лес Они достаточно По-братски разделили Потому что Сетсу занимает Правый лесочек Небольшой Мане находился В своем основном лесу И оттуда Вынес себе Уже Драма Фейнджеранс Найсбасс Удар Шурикентос Слейт оф Фист Мане Чейн и Дау Надо уходить на Ремна Ты его будут ловить Дальше там ЦМка Фростбайт И нейтральные крипы Забирают Как же в Эксе-то Не повезло Прям очень хотелось Сделать эту убийство Пока душат Сетсу Интивирует свой ультимейт Прогоняет Джакиры От Волдеваура Стрела пролетает Тоже мимо От двухфайта Нужен срочно Юлу Потому что что-то как-то Прицел сбит Стрелы не летят В точку Куда надо Вот И несмотря на то Что все-таки Много фрагов Было сделано по треками Все же Ройл Нев Гивап Фармят На том же уровне Что и коллектив Ньюби Более того Все-таки Медуза Что самое главное Фармит лучше Чем тот же Баунтихантер Или ОД У Сетсу Мы видим четвертый Сплитшот Яша есть Манта Рецепт на манту Уже куплен Дал эти мои торбы Остается тысячу колды Поэтому конкретно У него И все идет по плану Эмберспирит Несколько провалился У него действительно Денег маловато Докфайдс Хотят перехватить Фонта здесь Трек повесил Лип Чтобы удара Даже не было Фонта Медальку повесил Еще лип Не дам тебе денег С Дженаде Кричит Мирана И упрыгивает Правильно Так Тинни Как и у Шекеров В общем Дела с Офлейна Пошли не самым лучшим образом Понятно что у них Несколько разной Степени развития Сейчас Им Определенно конечно Обоим нужно покупать Аганим будет В этой игре Но Шекер Покупать хочет Прямо сейчас А вот Тинни Будет покупать Намного позже Для него Соперва хочется Конечно Плин Снова попытка Напасть на Эмберспирит Оставляет Ремнан Конечно же Просто уходит Под Монлайт Шаду Уходит так же И Тинни АБХ рассчитывает На быстрое БКБ Кстати Имеет полное право Вы знаете что Хочу сказать Что если игра Так же будет протекать Тайр просто С Медузы выиграет Рейдингам нужно Быть агрессивнее Они сейчас Становятся агрессивнее Заходят на чужую Святыню Развешивают треки В погоню за соперником Сейчас Фонды Получает Двойной Старшторм Фростбайт Им подцепили Флайбай Дальше Айспас Вроде неплохо Кто будет добивать Вот в чем вопрос Непонятно ИК выходит На Фенрира Тут просто прячется В лес Далеко Глубоко Лезет команда Рейдинг Дайрен бы как-то Отбиться сейчас Но кто Кто придет на помощь Персонажам Непонятно Два минуса Делают все-таки Ньюби Опять-таки Слишком далеко зашли Но за это Не были наказаны Медуза Теоретически Могла бы сделать Какое-то ТП Эмбер Спирит Но у нее ТПшки Видите Не было ТП на кулдауне Помочь команде Не может Хотя там реально Немного не хватало Потому что битые Реально битые Уходили Ньюби Их можно было наказывать Но все-таки Два Акилам По-моему Только один фраг Был сделан по трекам Могу ошибаться Но все-таки Это в копилку Ньюби Но Медуза Как хороша Медуза Фармит идеально пока Манта быстрая Манта Три Рейсбенда По Тастике Это все Что готово На 16-й минуте Это очень много А дальше Сразу бабочку Выздоравливай Спасибо большое Ребят Что не бросаете меня Остаетесь на трансляции Желаете здоровья Мне тут Чтобы выздороветь Нужно просто Немножко не работать Чуть-чуть не работать И я выздоровлю сразу Мое лечение Очень простое Это просто Завалить Просто Чисто по-русски Завалить Тогда я Точно выздоровлю Так Но заваливать Мы пока не будем Сейчас Сетсу Просто вышку разрушает И небе отдают Этот тавр Ну на Тир-2 Тур-2 тоже Слишком опасно Сетсу Флайбай Фиссура пошла Отрезаю Тем временем Медузу Хорошие чейны Подвоим Кстати Эмберспирит влетает На ЦМ Постарается ее Быстренько забрать Если получится А Медузу Так просто не взять Так Замораживается От Волду Вауэр Можно быстро убить Тинь Отличный Эвландж Дальше по ВХ Работает Минус 2 Кто на кого нападал Ты небе Вы что стояли Смотрели что-то В итоге к ним Просто кинулись На пригорок И убили А Сетсу как стоял Билвишку Так стоит Ну как-то все Очень плохо У небе получилось Испугались Непонятно чего Медуза Видимо такая страшная Уже стала 15 уровень Мистик Снейк Он кстати мощный Во-первых Он вкачан в 4 Во-вторых Он улучшен талантом На 15 Крадет ману На 25% Больше На под такую Медузу не залезешь Мулайт шаду Так Ну и 2000 За Ройл Нав и гивап Все еще Конечно Как бы там Не было хорошо Ройл Нав и гивап Им всегда Нужно играть На Предельной концентрации Просто потому что Во-первых Система камбэка В доте Работает Исправно Во-вторых Конечно Эта система Камбэка Подкреплена Здесь еще и Наличием Баунти Хантера Поэтому Несколько Сочных фрагов Под треками И Небе быстро Наберут свои деньги Сейчас попытаются Напасть на Мане Фиссура Под агонимом Влетают Тотем Фростбайт И Эмбер Погибает Урона хватило Эмбер успел Перед своей смертью Скупиться Но этот фраг был Без трека Потому что Баунти Хантер На своей базе Покупал БКБ Верхняя башня Сил света Разрушена Если Небе проиграют А 0-2 будет У трех команд Что серьезно Вы меня сейчас Что расстраивать Хотите Или что Смерти моей Хотите Я сейчас пойду Посмотрю Слушайте Серьезно Серьезно Если Небе проиграют Знаете Совсем забыл У Небе Тоже будет Три балла А как они На фоне Других команд Сыграли Небе седек Небе седек Ничья Небе кин Ничья Ой там Том 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 Три команды Переигровка На три команды Там Ооо Бл1 Там же опять Каждый Каждого Может переиграть Потому что Тут вообще Может дотянуться Боже Медузам На нее Атака небольшая Она разворачивается Дает Стоунгейз Прокаст от Тини Ну накрыла ЦМку Только остальные Успели развернуться Уйти Но Как бы там ни было Атака на Медузу Не прошла явно Медуза передумала Покупать бабочку Прямо сейчас Оставляет Откладывает на потом Сейчас хочет Купить себе Айо в скаде Серьезно Да Три команды Опять таки По кругу Каждый с каждым Они могут Опять Переигровка Друг друга По обыгрывать Ниби Может вы выиграете Все таки Просто теперь Если Ниби Выиграют Тогда будет Переигровка Только Только две карты В лузерах И в винарах Тени Возьмите Заканчивается Прямо сейчас Сетсу До конца За соперником Цемку Наверное Все таки Не отпустят А цемку Не отпускают Но баунти хантер В инвизе Его Вызволить С инвиза Будет довольно трудно Драка Выигрывается Тем не менее Командой РНГ Они потеряли Всего лишь Одного персонажа Который умер По трекам Конечно Но это Недостаточная Компенсация Ниби Для того Чтоб Хотя бы По экономике Сорваться А Друзья Вот так вот Собственно Организаторы Правильно сделали Что они стали ждать Окончания этого матча И переигровку Запустили параллельно Седек Кингеминг Прямо сейчас Будут сражаться За то Чтобы Будут уже сражаться Или не будут сражаться Ну Было бы классно Если бы они сейчас Параллельно играли Они ждали нас Им надо сражаться То что Ну Кто займет Пятое место А кто четвертое место И У кого будет Шанс завтра Поквитаться С look for smile За слот На квалификации На номер Центральную башню Сил тьмы Атакуют Ну здесь то Юбилия Ренджи Пока похоже Что Ройл Невгива Выиграют Потому что То что я вижу Это фарм Медузы Беспрепятственный Отрыв от соперника По этому самому Показателю По показателю Нетворса Ну что Скади Манда Дальше бабочка Появит Как Медуза Вообще останавливается Как они будут Ее убивать Пока даже в драках Если бы они убивали всех Кроме Медузы Еще было бы окей Но они Максимум убивают аппарата Снова заходят на чужую святыню Мирана Здорово прыгает Липом Исподай спаса Фиссура Не самая классная Тиннис Раз каста Залетает Водя 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 Минусует Просто моментально Фонте Нажал БКБ Ну его просветили И Фонте Подскади А как он уйдет Замедление жуткое Фризингфилд Костается конечно Из под фризингфилд Убегает Эмберспирит Минус ЦМ Прыгают дальше Накрывают Баунтихантер Минус 3 Но нет Здесь Небе не Никак не спасаются Абсолютно никак 6 тысяч Преимущество С керри Баунтихантером Конечно Игра должна Остроиться Немного иначе Должны быть Постоянные ганги Убийства То есть Раз за разом Зарабатывание денег Под треками Они вообще должны Повести по нетворсу По доброму Это как с алхимиком Игра пожалуй А здесь такого Даже не наблюдается Поймали Шейкер Распевает По демам прыгнуть В огонь От имберспирита До конца Чейнами цепляет Дальше Подайс Бласт Фейкси Раскистовался Конечно Астрал ему Кстати Сейвит Волдваур Медуза Манта Стонгейз Испугался Своё здоровье Сетсом Так Ну надо отойти Наверное Потому что Пятёрка у неё Бежева Сейчас они Постараются Кого-то на отходе Поймать Фонт и ускорился Трек хочет повесить Туман войны Не даётся Медуза откидывается Местик снайком Потому что Тинни отдают Наверное Стрела Тинни Даёт рассказ Перед своей смертью По трекам погибнет Но это вот то Что заработали Ньюби Один фраг По трекам На Тинни Ну при этом Я так вижу Они байбеки Байбеки же Никакие не тратили Верно Да поэтому Даже в плюсе Остались Далековато Всё-таки запрыгнули Роял на вгивап Думали сейчас Одного, второго, третьего На Шекера Очень много ресурсов Потратили Шекер по итогу Выжил Поэтому Далеко залезли В итоге Потеряли одного персонажа По трекам Но 5000 Всё ещё заролил На вгивап Торопиться некуда Сетсу всё ещё Не добрался до Заветного 25 уровня Конечно Прежде всего Да когда Кстати вот Последнее время Из тех медуз Что я видел На том же интернешнале Всё-таки не брали Тысячу к мани А брали именно Эффекты атаки Действуют на все цели Сплитшот Потому что Работаешь со скайдит Работаешь с другими Артефактами Как-то 1000 маны Даже не Не использовалось Поэтому более заветно Наверное всё-таки Был талант на 20 Усилил всё-таки Мистик Снэйк На него делают Упор сетсу Кулдаун теперь Поменьше Осталось 7 секунд Всего лишь Собирают пока По 2 баунтеру На спауне На 25 минуте Силы света Изгонки Силы света Изгонки Изгонки Судя по тому, что происходит в других регионах Я могу сказать, что Fastless Void Это лучший персонаж квалификаций Просто они бездей, эти Fastless Void И очень часто выигрывают Очень часто На фон-то нападает, он нажимает БКБ И надо убегать Кстати, просветили БКБ ТП нажимает Стрела хорошая, залетала, но БКБ все еще действовал Сколько секунд, наверное, было? Восьми секунд, наверное, было Ну, с каждым разом все меньше и меньше, конечно Так, ну все как-то выровнялось Вы знаете, успокоилось и выровнялось В один момент казалось, что Royal Neve Give Up уже на хайграунд поднимаются И будут игру заканчивать Но нет, как-то отбились Ньюби Royal Neve Give Up успокоились Ну, дала дачу по фармам Все же было прекрасно на фарме Так, Мирану Как неудачно прыгнул Визор Да что ж такое-то Они в упор к этой Миране стояли Это вот тот случай, когда Тотем на шейкере даже в минус работает Ха-ха-ха Если бы ты просто был шейкером безогонимым Ты просто на месте дал тотем Миран оказался в стане А этом прыгнул И Мирану сразу отпрыгнуло на липе Да, жестоко, конечно Даже здесь не повезло Хотя должен был быть очень легкий фраг Так, Сетсу Там буквально пара сотен голды Уже и появится, конечно, бабочка Ну, буквально, может быть, после снесенной вышки Силы тьмы укрепили свои сооружения Кстати, вот интересно, что от Fall 2 Урочи ни разу Эклип свой не узнал Но, во всяком случае, я не припомню Хотя игра так уже 27 минут идет Он уже на третий уровень взял свой ультимейт В центре Подальшекера перехватить Но чейны по крипам ушли Фон-то я перестал развиваться Посмотрите, БКБ, Солокрест так и бегает под этими артефактами Ну, нет фрагов, соответственно, нет касаний по сопернику Нет денег А крипы фармит Баунти Хантер не быстро Ну что, купила Медуза бабочку Начинает стрелять по Тер-3 Уверенно Хорошо стреляет Фиссура прилетела, не страшно Не страшно же, Сетсу? Не страшно Стреляем дальше Нужно что-то большее, чем просто фиссура, чтобы Медузу прогнать Что у вас есть в небе? Предлагайте, давайте Ваши варианты Видимо, ничего, и Медуза просто сносит Тер-3 Забавно Может быть, так же Бараки с ним сломать? Отошли Святыня После Святыни Рошан После Рошан Аегис После Аегиса другая линия какая-нибудь Ну, или Бараки Как-то цепочка действия от команды Ройл Невгива прорисовывается очень хорошая Не очень понятно, что будут в небе делать Пока они нам что-то предложение не дали Фиссура, тотем по Эмберу Дальше Айс Пасс Отпол Девауэр Клипс Хорошо, вот он Эклипс Вот оно убийство Эмбер Спирит хочет ли байбек Например, подраться? Баунти Хантера вырубили Так, пошло БКБ Эмбер Спирит сделал байбек Дальше цепляют тени Тени дает ТОС Аппарат байбек Чуть по одному начали убивать Умирать Ройл Невгива Убивать они еще не начали Может быть и не начнут, кстати В центре за ОД ОД тоже БКБ-шку нажал Пошли Айс Пассы Тотемы Фризинг Филды Сейчас еще и Док Файца будут убивать Он на липах-на липах сваливает Эмбер Спирит сюда в погоню Хорошая стрела Шекер прыгает На Мирана снова лип Эхослэм не самый удачный получился В одного Фенрира Снова Тотем Упрыгивает на хайграун Пытается сделать ТП И уходит Слушайте, а это хорошая драка для Ньюби Они три байбека выбили И потеряли только одного Баунти Хантера получается Три байбека же Нет, два байбека, вру Аппарат и Эмбер только байбек сделали Два байбека И все это только на смерть одного Баунти Хантера Ну по одному, по одному В любом случае там по трекам эти убийства были И собственно Ньюби достаточно много заработали Отыграли Здесь правильно будет сказать именно отыграли Медуза остается бить Рошана Пока команда пошла брать ЦМку И ЦМку возьмет Хороший лейнинг Вард По периметру был проставлен И ЦМка не ожидал, что там Вард есть Ее убили Ну вот теперь уже со смертью ЦМки точно Коллектив Royal Never Give Up Сбирает Айгис Для Ассетсу, естественно Пойдет ли с этим Айгисом куда-то Например, можно пойти поломать чужую святыню Еще одну Можно пойти по верхней линии И попробовать забрать бараки Вот и без Эклипса Это известно Но без Эклипса он пока минуту Минуту можно потерпеть Шекер без Эхо Слэма 22 секунды Баунти Хантер МКБ себе не приобрел Да, Медуза поднимается на Хайгрон Причем забивают они на бараки Потом решили просто Центр ломать Бараки-то, конечно, попроще было бы уничтожить Ну и в спину, посмотрите В спину готовы заходить сейчас ребята из Ньюби Эмбер на передовой Фиссура, Трек, Айспас Быстро стараются убить Надо Эмбера, спасти Эмбер Не среагировал, ничего сделать Не успел, погибает Минус Эмбер, он без Байбека Дальше ОД прыгает Прячет пока Самого неприятного героя в Астрал Убили Джакира Джакира Байбек По трекам Разваливают очень быстро Тинни Медуза разворачивается Хочет подраться, наверное Но как-то ее будут игнорировать Раз Тинни сделал Байбек И Мирану убила Тир-3 забрали Бараки нет Медуза пытается отступить Ее будут перехватывать Снова тотемы Парочка Байбек Потроил на вагивап Сетсу А Егис есть Не забываем Стараются забрать Один и два раза даже Может быть Сетсу Отспамливается Ничего не использует Понимает, что нужно отреспауниться Сейчас Восстановиться, короче После Потеря Егиса Пытается ли еще раз забрать Тинни Влетает Эвленд Что? Может быть сейчас-то не по шансу Будет, Семка погибает Пытаются выключить Медузу Есть Санец Эклипс Без маны Медуза остается Ее бьют под БКБшку Сетс стреляет в ответ В Астрал спрятал ИК Понимает, что с Медуза справиться не может Тинни, правда, погибает После байбека Снова Вай Спас И Визард прыгает Может быть Медуза добьют Медуза добивают Это камбэк от Ньюби, друзья Это реально минус 5 И они без байбеков Они все без байбеков Ой, лол Что происходит Ха-ха Вот это да Семь-сто зарабатывают Ньюби Royal Never Give Up Минус 2000 голды Что самое главное Они использовали 4 байбека Медуза не активировала Не использовала байбек У нее просто денег на это нет Вот, друзья Система камбэков Под треками Баунти Хантера Как же плохо Royal Never Give Up Отыгрывали последние файты Абсолютно ненужные байбеки Абсолютно ненужные драки По одному Влетали буквально Умирает Умирает тиммейт Еще один умирает Бьют третьего А они только Один байбек пока прилетает Умирает третий Ну, короче, конвейер Самый настоящий конвейер Падает Тир-3 7к за командой Ньюби Стадует бараки Только центр могут сломать Крайние линии пока недоступны Вот это да, друзья Кто бы мог подумать Хватило сил убить Медузу Там эклипс жесткий Там было видно по полоске маны Как после эклипса мана вся была уничтожена И Медуза уже просто стояла И била с руки Больше ничего не оставалось сделать Полностью минус центр Также святыни ломают Ньюби Да, это 9 Это 10 Сейчас тысяч будет преимущество Это много очень денег Прибавки по артефактам Ооо Что самое главное Эти байбеки на кулдаунах Все еще уройл на Евгивап И эти байбеки на кулдаунах Будут долго Медуза все еще остается топовой по фарму Но Эмбер Спирит Посмотрите, насколько они позади Просто посмотрите на это Это настоящий камбек, друзья Самое что ни на есть Камбекище Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смог? Ньюби Еще одну драку выиграть Выиграть игру Они потом просто трон сломают Если они сделают минус 5 Дайр очень долго в таверне будут сидеть Пробегают мимо крипов По центру Просканили территорию Понимают, что на их Как раз таки Хайграунде стоит соперник Это все по 35 минуте на контроле рун Ждут, просто ждут Ройл на выгивап Они ждут соперника Собрали информацию Понимают, что в спину их обходят Теперь можно сатаником встать Используется онлайн шаду Файт, друзья, сейчас очень важный Очень нужный Стрела летит Шейкер на хайграунде Стрелу получает Туда же залетает Айсбласт Влетает Тиньо Дэ уже нажал свой блэкинг бар Медуза активирует Стонгейз В нее прыгать не хочется Поэтому нужно убивать у других Фризинг филд На флай вина Очень быстро забирают Тиньи Тиньи в драку уже не вернется Разворачивается Пытается поймать Волдвауэр Тут прячет себя в астрал Снова прыгает Шейкер По двоим Эхо слэм Тотем Писсура Минус Мирана Забирает Эмбер Спирита Санит из Эклипса Медуза остается только с одним аппаратом Пытается расстрелять всех Ее можно закатить Аппарата тоже нет Медуза одна Медуза нужно делать ТП Медуза уходит Команда была вся потеряна В этом сражении Посмотрите Какие лоу хп ньюби Но их добить было нечем Нечем Просто нечем Баша приобретает себе фонты 14 тысяч уже За эту драку В разнице 4 тысячи колды Организовали Ребята из ньюби Ну и еще одну драку И может быть Медуза наконец Такой-нибудь пофарм Вообще не складывается замес Ну то есть Медуза все еще хороша Остальные уже плохи Уже плохи Реально Эмбер Спирит Вообще ничего не получается Аппарат Тинни Мирана Прям как разменная монета Они Даже размениваются Они не на то Чтобы каких-то героев А размениваются Они элементарно На какие-то способности Там Ну там Одним шекер Всех убивает Шекер вообще непрост Он там С Тараской Посмотрите Какой у него урон У него тысяча ударов с руки Тысяча после тотема Осталось Было очень опасно Потому что Небе находились Рядышком Совсем Вот дэм Мало было артефактов Сейчас прям Раздолье Шива появляется И Хекс Есть 24 уровень уже БХ мы помним Помните В один момент Я сказал Что у него кроме БКБ и Солара Ничего нет Он перестал развиваться Пожалуйста Развился друзья МКБ и Башера Сверху появился 22 уровень Еще и сверху 3600 голды Маны 1710 В этой игре С позиции керри Да и казалось Рецепт Счастья Очень прост Мы просто Игнорируем Медузу Мы перестаем Вливать в нее Все что у нас есть Мы ее прячем В астрал И в это время Под треками Под шекером Убиваем Всех ее тиммейтов А дальше Все прощается Медуза одна Нас пятеро Стало быть Как-нибудь Да победим Преимущество растет Потому что Зажатый Ройл На вгивап Хотя Мане И позволяет Себе Крайние линии Распушивать Все равно Конечно Фармят Немногие Тут и Медуза Стало меньше Фармить Очевидно Что ей хоть Хочется купить 25 Хочется взять Во-первых Криты Собирается А БКБ Даже Вот так Ну вот Отлично Шейкер Все по плану Дальше Хочет Дейдлас Взять Просто Игнорировать Тысячу Урона С руки Нельзя Хочется усилить Это все Доедалус И потом Показать Соперник Как это Работает Ну Ту же Мирану Например С критом По тотем Можно просто Убить Ну реально Просто Убить С удара Аппарата Тем более Аппарата Сейчас Можно убить Тотем Удар Этого Урона В принципе Должно Хватать Так Ну что Если ничья Друзья Они будут Играть Еще одну Карту Если Нюби Сейчас Все-таки Доделают Свой Камбэк Тогда Придется Сыграть Им Еще Эту Карту Но Наверное После отдыха Вот Седек Кингемик Я не знаю Стартовали Уже Или нет Потому что Я видел Анонс В Твиттере О том Что Какой-то Там Англоязычный Мой коллега Включает Матч Седек Как раз Таки Я подумал Что Может быть Переигровка Уже Идет Сейчас Включу Канал Бьем Засамит Посмотрю Нет Она еще Не стартовала Там Про заставка Стоит Жаль Я думаю Они Ну нет Видимо Хотят Чтобы Мы Здесь Закончили Потом Уже Официальная Стадия Переигровок Сперва Седек Соответственно Скинами Потом Ну возможно Потом Будет Royal Never Give Up Newbie Будет Сегодня Еще Две Карты Друзья Но Если Если Вдруг Выиграют Сейчас Royal Never Give Up То Карта Переигровок Будет Больше Просто В разы Там Минимум Три Карты Максимум Я даже Не знаю Как Там Будет Считаться Если Все В круговую На Переигровках На Три Команды Сыграют Ну что 16000 За коллективом Ньюби Бегают Мирану Здесь Находят Мирана Липы Хекс Хекс Трек Убийство До 25 Баунтихантер Еще пока Не добрался Но там Сочный Талант На 300 Золото От Прек Не знаю Сколько Он Нужен Когда У тебя Уже Очень Много Слотов Ну то То есть Ты Близишься Уже Фактически К завершению Своего Этем Билда С другой стороны Развиваться Всегда Есть Куда Опа Встречают Мане Удар Минус Че он Залезал На хайграунд Я не знаю Но его тут Ждали Его приняли И вот Полностью Прочитали Минус Мирана Минус Эмбер Спирит Эмбер Спирит Погибает Кстати Без Байбека Потому что Денег у него Вообще Нет Он купил Себе БКБ Я не БКБ Че он купил себе Линку купил О Ну ее кстати Сбили и просто Просто уничтожили Рошан появился Ну что За Рошаном Сироегис Второй Рошан Только кстати На этой минуте БКБ покупает Медуза 25 Талант берет Левый Улучшает Сплитшот Отворол Дваур У нас Кая Яша Ну кстати Royal Navy Give Up Забирают себе Этого Рошана Потому что Аппарат дал Хороший айсбласт В тайминг У нас сегодня Клокверки Ракетками Забирали Рошана Сейчас аппарат Айсбластом Забирает Рошана Ну Рейдинг там Естественно Сироегис Все равно достался Шокер проиграет Далеко БКБ нажимает Ну чтобы На этом хайграунде Не убили Напомните Одна драка С этого начиналась Потому что Он запрыгнул На хайграун Получил стрелу Драку все равно Выиграли Но Было неприятно Так Ну что БКБ шейкера Теперь нужно ждать 50 секунд Так Ждем Ждем Дальнейших Развитий Событий Все байбэки Все байбэки Уже давно Открутились Естественно Если будет файт То файт Будет таким Продолжительным Насыщенным Огромное количество Камбэков В драку После байбэков Естественно Медуза Тоже подскадит Раздает сплитшотом Крипчика всех бьет Дальше бьет Ну если что Если что Медуза уже Готовится к Мега крипам Елонир дальше Вместо птшки Стоим Защищаем трон Вот так это работает Покупает себе Гиперстон Деньги на байбэк Естественно Оставляет Ну что С Аегисом С сыром Баунтихантер Вроде надо Вязать какую-то драку Есть преимущество Силы света Используют Сканирование Не знаю Чего ждут Нюби Ну видимо Еще артефактов Кто их стопорит Наверное Шейкер Говорит Ребята И далась Хочу Вот и говорит Рефрешер Хочу Баунтихантер Говорит Баунтихантер В принципе Много говорит Ну он 25 Может хочет Так Тут Ройл Энергия Пришли подраться Под Монлайт Шадо Сцепили ОД Прыгает Шейкер Сразу БКБ Активирует Мане Удар Приличный Такой От Шейкера Прилетел В лицо Мане Это тебе С крита Был удар А дальше Будет с критом Так Ну вот если он Купит цветок У него не останется Денег на байбэк Собирает Баунти Да А пока Ник купит цветок У него Дейдалс не собирается Либо демонедж Либо кристалли Все остальные артефакты Нужны Можно конечно гем передать Но с другой стороны Шейкер ведь будет прыгать На голову соперника Ему нужно видеть Куда именно прыгать на голову Для этого нужен гем Лип-лип-лип Фонте Пошел вперед Эбисол Блейд Докфайца пытается разобрать Разбирают Докфайца Под фризинг филдом Убивают И тени На медузу пошла атака Ее отрезали фиссурой Кстати Она включает Манта Стайл Был Стоун Гейс Эмбер Спирит Приходит в замес Начинают бить Фонте Фонте страдает Эхо слэм Пошел Фонте До сих пор Жил у него Был Аегис Шикарный Санитис Эклипс Эмбер Спирита убила Воскрешается Баунти Хантер Сет задерется Как может Стрела залетает Но по-моему не точно Она залетела на Ватпол 2 Но это не важно Медузу разобрали все равно В пятером Ребята из Нюбе Эмбер не байбековался Медуза тоже Но им видимо придется Этот байбек нажать Да Нажимает Медуза Эмбер Спирит За ней следом 30 тысяч преимущество Нюбер 30 тысяч Отойти Ну надо дождаться Эклипса Или купить Рефрешер И продолжить драку Да и Даус Приносит себе Шейкер Бх бабочку Себе сразу Сварган На радостях Решил Талант взял Все таки правый 50% К уклонению Ну да нормально У Медуза ТМКБ нет Если что У нее только бабочка Поэтому это будет работать Бх будет трудно убить Ну Ройл То Не ва гивап Правильно Друзья Никогда Не сдаются Никогда Не отчаиваются Поэтому будут Еще против 31 тысячи Сражаться Преимущество Соперника Все было В их руках Все было Хорошо Но камбэк Камбэк Никто не отменял Камбэк Система работает Сидим на базе Ждем кулдауны На байбэках Да и в принципе Ройл На вгивап Пока им Опыт подсказывает Что как только Они выходят Из своей базы Начинают драться Против соперника У них просто Внезапно пропадают Все деньги И байбэки Поэтому Наверное Стоит сделать Вывод о том Что выходить Из базы Не стоит Будем сидеть На базе Высоко стоим Далеко глядим Ну и там От дефенс Стараемся Что-то придумать Да Вот рефрешер Оэкью Фармит Мьелнир Приобретает себе Медуза Сейчас нет смысла Оставлять на что-то Деньги Байбэк Кулдаун Все равно Запустился Только-только Ну вот они Шесть слотов Причем ПТ он Продал Даже не то Чтобы переложил Кто-то просто Продал ПТ Все Сетсу В шесть слотов Встал Не хватает Конечно Моншарда Скажете Вы Рефрешер Можно было бы Приобрести Но тут Без излишеств Здесь Просто жесткие Шесть слотов В инвентаре Так Эмберспирит опасно Играл Сыграть Опять Опять Вытащить соперника Из базы Надеяться На то Что они Допустят Ошибку Их там Убить одного Загангать А подниматься Так игра Он не хочет Вообще Просто не хотят Они продолжают Просто фармить Купил От полу Дуау Рефреш В ранец Положил Классно Теперь Муншард А еще На байбэк Оставить Надо Еще фармить Фармить Писора Тотем Не допрыгивает Хороший Форстав Небе Ну пора решиться Сколько команд Уже Погорело На том Что Сидела Вот это Сидела Окучивала Чужую базу Так ее Не разрушая А потом В итоге Проигрывала Игру Ну Очень много Уже Даже на эти Квалификации За эти два дня Было Очень много Таких Ад Аганим Приобретает Эмберспирит Эмберспирит Еще в лейт Не вышел Ребят Говорит Я еще Качаюсь 25 уровень Хотя он и апнул Аганим Появился Вот только Дальше Мьелнир Дегрейдить Травела Сделать Та-та-та-та-та-та-та Распушивает Линии Ньюби Все бегают Ньюби Все ищут Опять возможности Кого-то поймать И загангать Ну если Если в итоге Ройл Навагивап Кто-то из персонажа Допустит ошибку И умрет без байбека Тогда-то да-да-да Там скажем Что Ньюби Были абсолютно правы Так и надо было Играть Надо было ждать ошибки Но если Этой ошибки Не будет Если Ройл Навагивап Так и продолжат Ставить на своей базе То кулдауны На байбеках Пропадут И все И опять игра С байбеками И там Ну черт его знает Что может быть Там где-то Медуза Может в итоге Вытащить Драку Я понимаю Ньюби Эта карта Это их билет В возможный плей-офф На мажор В итоге Вот эта карта Точнее это билет В еще одну карту Против Ройл Навагивап Оттуда билет В плей-офф Эти квалификации А оттуда билет На мажор В случае проигрыша Это максимум Ну точнее Это очень неприятные Вот в случае проигрыша В этой карте У Ньюби Это очень неприятные Переигровки Такие затяжные На три команды Где коллектив Ньюби вообще Может быть Не попадет никуда Не то что на мажор Даже на квалификации На минор Вы понимаете Насколько Насколько сейчас Ньюби Пытаются играть Сейвов Почему Пытаются играть Сейвов Потому что От одной карты Зависит Либо они на коне Либо они В плохом Самочувствии Нашана забрали Так От Волт 2 Ора Коллекция рефрешей Рефрешер Ора Рефрешер Шард Пожалуйста Сыр У Джекироса По итогу Ну тут просто Брать некому Кто Аегис Вообще взял Окей Шекер взял Аегис Вместо гема Демон Шард Нет На байбеке Оставить надо Избыток 2 700 Какой Моншард Не 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 Интересно Интересно Он за 3 Санит Из Эклипса Все-таки Сможет Убить Пятерых Немножко Интеллекта Подстакать Это буквально Совсем чуть-чуть И просто Раз Эклипс Рефреш Рефреш Эклипс Рефреш 3 Эклипс Очевидно Что все будут Без маны Ну я имею ввиду Соперник Все без маны Будут Очевидно Так Прыгнул Неудачно Шекер Потерял Свои Окей И ведь Второй раз Постараются Забрать БКБ Что у него Есть БКБ Нажал Прыгал На тотеме Греть Такие Не Опасно А Егиса Нет Ребят Попробовали Все понятно Ждем Следующего Рошана Ждем Следующего Рошана Кайф Не торопимся Друзья Не торопимся Все Байбеки Открутились У команды Ронф Гивап У Медузы У Эмбера У Мирана У Тини Байбеки Есть У аппарата Тоже Есть Только ему Немножко денег Не хватает Буквально 200 голды Вот это игра Конечно Может быть Медуза Еще и победит Слушайте Медуза Правда Не имеет Возможности Что-то Классное Еще Приобрести Какой-то Артефакт Кроме Моншарда Разве что Как она Может Прям Стать Сильнее Сильнее В разы Редденты Все-таки Укрепляются Шекер Керас Появилась Вместо Аегис Кажется Крапиру Можно купить Вопрос Вместо чего Ну не знаю Драки нажать БКБ Потом перекладывать Ну хотя нет Прапиру Тебе сразу Нужно держать В инвентаре Вот непонятно Вместо Вместо Шекер Получил Стрелу Айс Бласт Выходит От Волл Девауэр Хекс Тут же Форстап Прыгает На сет Успел Активировать Стон Гейс От него Отбегает Нужно Переждать Стон Гейс Эмбер Спирит На ремнатах Погоню С соперником Чейнами Хватает От Волл Девауэр Но продолжения Не будет Так Друз нажал Стон Гейс Вот Такой Вывод После этого Файта Если это Файтом Вообще Можно Назвать Мы Сделаем Идус Тяжело Бить Конечно Вот И кстати Ни одного Эклипса В итоге Не использовал Пока Переложил Место Тревел Оф Рефрешер Орб Шарт Пока Все еще В ранцах Взял Ваперизм Кстати Талант На 25 Хотя Здесь Вот Именно Действие Дополнительной Аркей Норм Было Зарешать После таких Мини Сражений Ты копишь 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 Интеллект Чтобы потом Прыгнуть С Эклипса Тотем На Медузу Фиссура Пошла Стрела Залетает И не прокаст Есть Эклипс Второй Эклипс Ой Как больно Медуза Не успела Среагировать Моментально погибает БКБ даже Не успел Нажать Тут же Байбэк Тут же Байбэк Дайер Пока Отходит Можно Рефрешер Нажать Сейчас На Фолт Деваури Он Собирается Сделать Так Что Отойти Баунтируны Пособираем Давайте Баунтируны Пособираем Ну Слушайте Прогресс Есть Байбэк От Медузы Все Что Остается Сделать Убить Медузу Еще раз Байбэк У нее Ну два Эклипса Это конечно Сверхсила Ну реально Сверхсила Тут Тут даже Не среагируют На самом деле Обвинять Сетсу Не в чем Ты же Не можешь Нажимать БКБ Просто так Стоя На своей Территории В какой-то момент Просто на тебя Не нападут БКБ Переждут И потом Нападут Получилось Так Что просто Не успел Эклипс Рефрешер Эклипс Ну жесть Конечно Какая-то От Волдваур Может подождать Своих Эклипсов Они явно Появятся Раньше Чем Появятся Байбэк В Митузе Ну сколько 140 секунд Пожалуйста Полторы минуты До одного Эклипса Ну и получается Две минуты Две минуты С небольшим До двух Эклипсов И это еще Рефрешер Шард На На всякий случай Запасной Продолжение следует Вторые тревела В Франции Собрал себе От Волдваур Что были У Жекер Даже ничего В быстром закупе Нет Потому что Непонятно Там еще что Собирать Вот Ему точно Моншард Не нужен Но Рефрешер Можно Да С другой стороны Два БКБ Два Ихо Слема Дать Лишним Не будет Точно БХ Ну что Можно Моншард Купить Тоже Тоже Рефрешер Ну всем Рефрешер И всем Моншард Что уж Тут Во Фармим Джекероса Джекерос 25 Чистый урон Квозь защиту От магии Макропир Круто Вот давайте Фейта Отфармим Пусть он купит Себя Какой-нибудь Аканим Ему Кстати уже летит Аканим Да Летит Аканим Вот И ему тоже Рефрешер И две Макропир Ох Физура Темпер Но предупреждение Просто Юзает Потому что Боится погибнуть Прыгает Снова Шекер Добили Тир 3 Медуза Здесь Физура Пошла ОД пока Не прыгает Снова Тотем И надо Прыгать Надо прыгать На Медузу ОД идет ОД не прыгает Винг не тратит Шекер Отпрыгивает Назад В тотем Тинни Здесь Эволчем Перекрывает Отступление Но Проложения Так и нет 51 тысяча Преимущество 51 тысяча Карл Что еще нужно Команде Радиант Для счастья Для победы В этой карте Скажите мне Макропира Лежит Фростбайт Умане Прыгнул ОД Сантисэклипс Минус Миран Остальных Не добил Рефрешер Правда Не активировал Тоже Все еще Пока поставят Пробивают Очень быстро Сетсу Клипс Первый Пошел Сетсу Страдает Сетсу Убирает Без байбека Ну легко Легко Получилось Вообще Как могло быть Сложно Когда у тебя 53 тысячи Преимущества 53 тысячи 55 тысяч Преимущества Байбеки Но медуза Байбека нет Самого главного Байбеки Нажимают Ройл на вгива Поставшиеся персонажи Их сгоняют Прям куда-то Под фонтан Шекер Прыгает Добивает Еще герои Его накрывают Это ХСЛМ И АКЮ Приходит Давать Эклипс Там БКБ Дает Эклипс Минус Мирана Прям на чужом фонтане Все Все рефрешеры Использовал Все Эклипсы Использовал ГГВП Друзья 1-1 В этой Серии Не бессравнивают Счеты Цепляются Цепляются За эту верхнюю сетку Стараются Всяком случае Ну по идее Должны быть переигровки Должна быть переигровка Между двумя этими командами Они должны столкнуться Друг с другом Еще раз Сегодня Друзья Я сейчас узнаю У админов Что нас с вами ждет Пока небольшая пауза